Я приветствую вас на моём канале. 7 ноября, 25 октября, по старому стилю, отмечается народное печальное торжество, получившее название «Дедовские плачи». В эту дату обычно дождит или идёт мелкий снег, так природа страдает. Люди тоже решили поддержать её, поэтому 7 ноября устраивают церемониальные плачи, во время которых вспоминают родных и близких, которые отправились в мир иной. Этот праздник в народе и прозвали «Дедовские плачи». Сегодня по церковному календарю День Святой Мученицы Тавифы, которая была очень благочестивой, умерла от болезни, но потом воскресла. В народе же этот день был поминальным. Народные приметы на 7 ноября очень важны, так как они подсказывают, как провести день правильно и не разгневать наших предков. По обычаю, погода всегда была ненастной. Считается, что именно с этого дня начинается настоящая зима. 7 ноября часто бывает холодный проливной дождь или даже выпадает первый снег, порой похожий на снежную крупу. Приметы на 7 ноября говорят, что сегодня нужно обязательно поминать усопших. Родственники должны собраться дома и вспомнить своих умерших предков. Можно сходить в церковь и зажечь свечу за упокой. Также многие ходят на кладбище и там поминают покойников. На домашнем поминальном ужине принято на стол ставить те блюда, которые любили умершие родственники. Таким образом им отдается дань. Поминки почитают память рода и помогают заручиться его поддержкой для живых. Также приметы на 7 ноября говорят, что счастье будет тем людям, которые сегодня помогут обездоленным детям и сиротам. Женщинам сегодня нужно покаяться в своих грехах, тогда вся зима для них будет счастливой и сытой. Также женщинам сегодня нельзя плакать в подушку, а то она запомнит все горести и будет их постоянно присылать. А те, кто занимаются бизнесом и торговлей, сегодня не едят хлеба, иначе торговля будет идти плохо. 7 ноября обязательно посещали могилы усопших, так как считалось, что если этого не сделать, то покойник сам придет и принесет дом в смерть. Обязательно кто-то умрет в семье. На кладбище тщательно убирались женщины березовыми вениками, мужчины дубовыми. Иногда добавляли к ним еще и травы с целью защитить могилы от разрушений. Во время уборки зажигали свечи по количеству покоящихся в могиле. Таким образом родные говорили мертвым, что их помнят и чтят. После прихода с кладбища садились за стол, на котором обязательным блюдом был поминальный пирог с капустой. Каждый из присутствующих брал по куску и говорил такие слова. «Царство небесное, рабу Божьему, пусть покоится с миром». Распитие спиртных напитков запрещалось, подавали компот из сухофруктов. Нуждающимся 7 ноября подносили еду, а бесприютным разрешали переночевать в доме. Сегодня семьи принимали детей, оставшихся без родственников. Если же не могли себе это позволить, то брали их в этот день себе и кормили досыта. Самая главная традиция 7 ноября – лить слезы. Первыми начинали плакать девушки, вспоминая все доброе о покойниках, что помнили сами. После их поддерживали бабы, вслед за ними парни. Заканчивали плач мужчины, считалось, что им сегодня не стыдно и слезу проронить. Напротив, так они выплакивали накопившуюся за этот период печаль. Останавливался повсеместный плач перед сном, потому что плакать в подушку – плохая примета. Она запомнит горесть и ответит плохими сновидениями, а также мигренями. Существовала и очередность оплакивания. Вначале вспоминали кровных родных, после – других родственников. Следующие в череде были приемные дети и родители, друзья. А вот всех соседей и приятелей не оплакивали, поскольку чужеродных беспокоить грех. Заговоры 7 ноября не читали, поскольку это был большой грех. Нарушителя по приметам могли умершие забрать с собой на тот свет. По старинным традициям, невзирая на то, что 7 ноября в народном календаре носит название «Дедовские плачи», в этот день ни в коем случае нельзя плакать женщинам в подушку. Считается, что она запомнит рыдание и потом станет постоянно напоминать о бедах и неприятностях, провоцирующих слезы. К тому же, если на эту подушку ляжет другой человек, то он заберет себе все горести и беды той, которая ранее на ней плакала. Однако все-таки поплакать 7 ноября нужно. Плач должен быть очень громким, чтобы все вокруг его слышали, ведь именно поэтому этот день и назвали «Дедовские плачи». По примете, чем громче будет рыдать женщина, тем счастливее будет для нее зима, поскольку вместе со слезами уйдет и весь негатив, который накопился на душе. Нельзя 7 ноября проявлять безразличие к детям-сиротам. Так, если они попросят о помощи, необходимо тут же отреагировать на просьбу, постаравшись максимально помочь деньгами, вещами, едой, кровом или услугой. Отказ может привести к печальным последствиям, к бедности, голоду, болезням и одиночеству. Не стоит в день дедовских плачей лукавить. Тот, кто сегодня соврет, весь год проживет во лжи и обмане. Придется постоянно лицемерить, выкручиваться и находить способы, чтобы избежать разного рода неприятностей. Не рекомендуется 7 ноября, если либо булочные изделия, особенно это касается тех, кто связан с торговлей. Считается, что если нарушить этот запрет, в будущем предстоят финансовые трудности, а также аферы и воровство. Остальным же разрешается есть все, кроме хлеба. Того, кто нарушит запрет, ожидают семейные проблемы, которые придется решать в одиночку. Не за 7 ноября сидеть без дела. По примете, тот, кто будет лениться, очень скоро останется без денег. Придется просить помощи у влиятельных знакомых, а также влезать в долги, отдать которые будет довольно сложно. Запрещается в день дедовских плачей смеяться до слез. Скоро придется плакать от горя или больших неприятностей. Согласно приметам, если женщина сегодня будет плакать в подушку, то ее горести еще долго не отпустят. Если на деревьях еще много листвы осталось, то жди долгую холодную зиму. Приметы говорят, что сегодня поминальный день, когда нужно обязательно поминать усопших. Считается, что сироты сегодня благословенны, и если сирота помолится Богу, то молитвы будут услышаны. Сухая погода 7 ноября – примета морозной зимы. Если в соседском доме не плачут, скоро у них кто-то скончается, верили в народе. Если нищий не взял милостыню, подающий будет всю зиму с семьей голодать. Увидеть сегодня на дороге три монетки – примета финансовых потерь. Эти деньги лучше не поднимать. Все листья падают изнанка кверху, к доброй зиме. Считается, что у рожденного сегодня до полудня младенца вселяется дух предка по отцовской линии, после обеда по материнской. День ангела сегодня отмечают люди, которые носят имя Валерия и Матрена. 7 ноября православные христиане почитают память Святой Тавифы Иопийской. Она прославилась своими добрыми делами, раздавала одежду нуждающимся и создавала благотворительные общины. Что же категорически сегодня нельзя делать? Нельзя сегодня свататься, делать предложения жениться, встречаться и гулять свадьбы. Нельзя сегодня начинать новые дела. Этот день считается крайне неблагоприятным для новых начинаний. В народе верят, что тех, кто ослушается этого запрета, ждут серьезные финансовые проблемы и убытки. Так что спокойно занимайтесь планированием, но вот начинать что-то новое не стоит. Нельзя сегодня ссориться со своим любимым человеком, детьми и другими близкими. Очень важно, чтобы каждый из нас начал ценить любовь, отношения и взаимопонимание. Не стоит выяснять отношения, берегите свою любовь, если она для вас важна. Учитесь находить компромисс, дружить и общаться мирно даже на неудобной теме, если оба хотите сохранить ваши отношения. Нельзя сегодня сквернословить. Постарайтесь в этот день тщательно подбирать слова и фразы, чтобы все, что вы говорите, думаете и делаете, было чистым, честным и без злых помыслов. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok